Доброе время! Здравствуйте! С вами Ковыч Ильдар Зинуров. Я занимаюсь тем, что помогаю людям лазить отношения с самим собой и, как следствие, с другими людьми. Меня попросили принять участие в проекте Копилка Советов, и сегодня в этом небольшом видеоролике я хочу ответить на вопрос, как повысить личную эффективность наиболее простым и действенным способом, обираясь на свои знания и особенно личный опыт. Что бы я посоветовал? Я бы вам посоветовал в первую очередь понять ту простую истину, что если вас интересуют подобные ролики, если вы занимаетесь своим развитием, если вам интересно, как повысить свою эффективность, наверняка у вас 100% и есть куда расти. Наверняка вам есть куда расти. И это значит, что в чем-то вам личной эффективности вашей не хватает. И я уже давно понял, что нету какого-то одного секрета, совета или какой-то технологии, которая бы могла раз и сделать очень хорошо там, где до этого все было очень плохо или средненько так, как у всех. Самый главный совет существует в том, что не стоит искать какого-то одного совета, потому что из сотни способов, методик, которые вы можете найти и применить, каждый из них даст вам, ну, в лучшем случае, 1-2% увеличения личной эффективности. А вот если вы их примените все и сразу, ну, тогда да, вы можете стать в 2, в 3, в 4 раза более эффективны. Но это вполне реально. И сейчас я вам предлагаю задуматься над таким вопросом, что если вам не хватает в чем-то личной эффективности, то есть если вы где-то не успеваете сделать нужного, важного для вас, то, возможно, вы делаете очень много лишнего. Потому что у каждого из нас 24 часа в сутках, правда же, в том, что кто-то за это время делает больше, кто-то меньше, кто-то вообще ни хрена не делает. И заниматься мотивацией, самомотивацией дело абсолютно бесполезное, потому что даже если вы в этом преуспеете, то в любом случае это будет крайне временный эффект до следующего раза. Абсолютно естественно для человека откладывать все на последний момент, для меня, для вас. Абсолютно все мы прокрастинаторы, и бороться со своей природой бесполезно. Каждому из нас отпущено какое-то количество времени и энергии. И на мой взгляд, если вы хотите повысить свою эффективность, тут один совет, который я вам даю, так это делайте не больше, а меньше. Дело в том, что за каждый свой выбор, за каждую нашу идею, которую мы воплощаем на практике, осознанно или нет, то есть за каждое наше действие или бездействие, мы в любом случае рассчитываемся нашим временем, что очевидно, нашим здоровьем, деньгами, которые мы зарабатываем или не зарабатываем, нашим вниманием, потому что вы не можете одновременно смотреть и вперед, и назад, и вверх, и вниз. А также нашими усилиями. Существует пять видов валют, и мы отдаем за каждое наше действие или бездействие все и сразу. Вы в любом случае отдадите и время, и деньги, и здоровье, и усилие. И время, деньги, здоровье, усилие, внимание. То есть тут еще шестой вид ресурсов, которые мы платим, он написан на моем сайте zimurof.ru. Так вот, и для повышения нашей личной эффективности наша задача сводится к чему? К тому, чтобы отдавать этих ресурсов поменьше, а получать на выходе побольше. Вы, наверное, знаете такой термин, как коэффициент полезного действия, вот КПД. То есть сколько вы вкладываете денег, усилий, внимания, и сколько на выходе вы получаете того, ради чего вы это вложение, собственно говоря, и делаете. Это справедливо и для бизнеса, для работы, для ваших отношений с вашей второй половинкой или с любыми другими людьми. Во все мы отдаем наши ресурсы и получаем что-то другое взамен. Поэтому для повышения эффективности самым быстрым, самым простым и самым действительным способом достаточно перестать вкладываться туда, где это не дает никакой полезной отдачи. К примеру, лично я, меня просили рассказать о личном опыте, уже много лет совершенно не трачу ни времени, не внимания на то, чтобы смотреть новости или читать их, потому что то, что имеет значение в любом случае, до меня дойдет, даже если я буду сидеть в палатке на утесе, накрывшись спальником с головой, обязательно мне сообщат то, что имеет для меня значение. Знать же огромное количество информации о том, то, с кем спит, куда полетел президент Австралии, какой будет курс доллара там послезавтра при условии, если я не планирую свою валюту продавать, вот оно мне зачем. На всякий случай, не зачем абсолютно. Дело в том, что ресурсы-то мы отдаем, и очень часто, как я заметил в своей практике, люди отдают свои часто невосполнимые ресурсы, например, такие как время и здоровье, а здоровье мы тоже всегда отдаем, на те вещи, даже не только из которых можно обойтись, а на те, которые в принципе никогда нам не понадобятся. То есть смотреть сериал, конечно, вещь хорошая, и я не против этого дела, я сам люблю смотреть сериалы, теория большого взрыва, Рикки Морти, Игра престолов, совсем милое дело. Но я при этом не жду от этого какой-то отдачи, и поэтому совесть меня, в общем-то, и не грызет. Я понимаю, что я смотрю сериалы для того, чтобы переключить фокус внимания, опять-таки, на что-то, что мне интересно, вот, тоскливым осенним или зимним вечером. Чем меньше вы делаете, тем более вы эффективны. Давайте введем к термину коэффициент полезного действия такую, такое дополнение, как коэффициент полезного бездействия. Будет у нас КПД и КПБД. То есть бесконечное КПД возможно в том случае, если вы не делаете абсолютно ничего вообще. Вот в этом случае вы максимально эффективны. Больше не получится. Понятно, что это некий идеал, который недостижим, как и вечный двигатель второго рода, но стремиться к этому можно. И поверьте мне, если вы чувствуете усталость, упадок сил, если вам все надоело, то есть когда вам не хватает каких-то моральных сил или физических даже, на то, чтобы даже просто держать прямо спину или вставать с утра куда-то идти, или к кому-то вечером, то, может быть, вам не стоит искать себе какой-то новый источник сил, вдохновения, энергии. Может быть, вам стоит просто перестать тратиться на то, что не дает вам должной отдачи. Абсолютно каждый ресурс можно как потратить с пользой для себя, так и потратить его с меньшей пользой или же просрать, то есть не получить взамен вообще ничего или даже себе навредить. На примере денег это становится понятно всем и каждому. Вот по аналогии с деньгами, проведите, пожалуйста, параллель, то же самое справедливо и для времени, и для сил моральных, физических, и для внимания. То есть то ли вы смотрите курс котировок тех акций, которые у вас есть, и которые надо вовремя скинуть, если что, то ли вы смотрите за передачей «Пусть говорят» и ваше внимание поглощается очередной бессмысленной скандальной историей, которая забудется сразу же, как только выйдет следующая скандальная история. То есть что этого принесет в вашу жизнь? Ничего. И исходя из этого, глобально, чем меньше вы делаете, тем более вы эффективны. Ваша задача не столько найти себе источники новых сил, сколько перестать терять те ресурсы, деньги, время, внимание, остальные, которые вы сейчас отдаете, не получая ничего взамен. Найдите, поглотите ли времени, поглотите ли внимания, поглотите ли сил, то есть все то, что не дает вам ничего ценного взамен или дает этого в недостаточном количестве. И просто тупо перестаньте это делать. В идеале предлагаю вам под конец такую практику. Представьте, что вы весь день лежите в постели или сидите в кресле-качалке, кому как больше нравится, на берегу океана или где-нибудь на лавочке в деревне, или валяете где-нибудь на поляне, смотрите вверх. И вот в этом состоянии абсолютно полного бездействия, абсолютно полного недеяния имеете те цели и задачи, которые перед вами стоят сейчас. Но не стоит сосредотачиваться на всех ваших проблемах бытия. Выберите какие-нибудь три самых главных задачи, проблемы, желания. И из состояния бездействия представьте, какие ваши активные тело, мысли, души, движения будут необходимы для того, чтобы получить то, чего вы хотите. Далее можете сделать это, а все остальное исключить вообще. Потому что, еще раз говорю, ваша личная эффективность тем выше, чем меньше вы делаете. Не бойтесь терять время зря. Гораздо лучше вам не делать ничего, чем делать что-то, что вас испортит. Лучше не тратить денег вообще, чем тратить их на что-то, что принесет вам в будущем убытки и проблемы со здоровьем. Что это, я думаю, каждый из вас в состоянии догадаться, подумать, решить сам. То есть, в заключении, лично моя позиция по жизни, почему мне удается делать, как многим моим друзьям, подписчикам ВКонтакте, в Фейсбуке, кажется, больше, чем они, ну, просто потому, что я делаю только важное, не делаю ничего остального. Я считаю искренне, что критично важно сохранять разум, тело, жизнь в чистоте. То есть, лучше я вообще не буду делать ничего, чем я здесь буду делать что-то, что меня испортит. Лучше я не буду тратить усилий вообще, чем я буду их тратить впустую, или на что-то, что принесет мне вред. С вами был Коуч Ильдар Зинуров, мой сайт zinurov.ru Этот ролик был снят с первого дубля, как я обычно снимаю ролики, и если вы досмотрели до этого момента, что ж, я рад, что вы извлекли из него какую-то пользу. Всего вам доброго, будьте эффективны, будьте успешны, несмотря ни на кого и ни на что. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok